Вы знаете, я не мог не обратить внимания, что на моём канале лучше всего заходит видео обучающего формата. Например, о том, как сделать тягу панара, или о простом способе штампования металла. А теперь давайте проведём небольшой эксперимент и посмотрим, как вам заходит образовательный контент. Так что досматриваем это видео до конца и пишем в комментариях, как вам такой формат, чтобы я мог понять, продолжать ли пилить подобное. Не знаю, поверите вы мне или нет, но за 7 лет, что я занимаюсь моделями, я ни разу не держал планетарный редуктор в руках. До сегодня. И это несмотря на то, что планетарные редуктора встречаются в огромном количестве проектов коллег со всего света. Друзья, сегодня мы с вами узнаем, что же такое планетарный редуктор, как он устроен, где используется, для чего нужен, ну и немножечко окунёмся в историю его создания. Важное уточнение, рассказывать я буду про модельный планетарный редуктор, так как я всё-таки моделист. Но несмотря на это, всё, что будет озвучено, справедливо и для других редукторов подобного типа. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. У меня в руках планетарный редуктор фирмы Injora для радиоуправляемых моделей. Его размеры всего 36 на 38 миллиметров, не считая длины вала. Кстати, выходной вал диаметром 5 миллиметров, что позволит вам без пляски бубна соединить его с любой раздаткой. Единственное, что меня изначально смутило, это его вес. Весит он 205 грамм, что достаточно немало для такого малыша. Но потом я понял, что это его преимущество. И позвольте объяснить почему. Во-первых, это дополнительный вес на носу модели. А во-вторых... А во-вторых, мы сейчас его с вами разберём и всё сразу станет понятно. Корпус редуктора это огромная шестерня. При этом она так же, как и все внутренние шестерни, элементы стальная. А значит, узел будет крайне надёжен. Обратите внимание, что редуктор у нас двухрядный. Что говорит о том, что при меньшем размере мы можем получить гораздо большее понижение, чем у редукторов другого типа, но при большем размере. Но к этому мы вернёмся чуть-чуть попозже. Кстати, благодарить за этот шедевр инженерного гения мы должны вот этого дядьку. Зовут его Уильям Мёрдок и жил он в 18 веке. Тогда же, собственно говоря, когда и придумал планетарный редуктор. А придумал он его не просто так, а для паровой машины Уатта. Да, того самого устройства, послужившего катализатором промышленной революции в Англии в конце 18 века. Кстати, Джеймс Уатт тоже достаточно интересная фигура в мире механики. Но про него и другое его изобретение я могу рассказать вам в другом ролике, если, конечно же, такой формат вам зайдёт. Так что досматриваем это видео до конца и не забываем в комментариях отметиться со своим мнением. Но что-то мы с вами отвлеклись от темы. Согласно статье на Википедии, планетарный редуктор – это один из классов механических редукторов. Редуктор называется планетарным из-за планетарной передачи, находящейся в редукторе, передающей и преобразующей крутящий момент. Ну, сразу всё понятно. Что? Нет? Давайте постараюсь объяснить более просто, чтобы понять меня мог не только дипломированный инженер. Планетарный редуктор – это механизм, который уменьшает скорость и увеличивает крутящий момент силовой установки. Или же наоборот – увеличивает скорость и понижает крутящий момент, если собрать всю систему наоборот. Другими словами, скорость уменьшается, мощность увеличивается. Но почему же данный редуктор называется планетарным? Давайте повнимательнее посмотрим на его устройство. Центральная шестерня называется солнечной, внешняя – коронной, а шестерни, находящиеся между ними – сателлиты. Что же это напоминает? Если возвращаться к модельным реалиям, то планетарный редуктор – очень удобная вещь, если у вас копийный проект к салону и вам нужно перенести силовую установку под капот. Кстати, к плюсам планетарки относятся не только соосность выходных валов и её компактность, но также гораздо большее понижение при меньшем размере относительно других типов редукторов. Позвольте привести пример. Вот, наверное, самая популярная коробка, которая стоит у каждого второго на его проекте. У меня так вообще в каждом. И у неё понижение чуть меньше четырёх, а у этой – 17,6. Как видите, этот редуктор занимает сильно меньше места, имея в четыре раза большее понижение. За счёт чего же получается такое понижение? Так как редуктор у нас двухрядный, давайте по формуле посчитаем его передатку. Считать будем по этой формуле. Кому интересно почитать про расчёты и виды передаток для планетарки, нажмите на паузу и изучите более внимательно. Солнечная шестерня 15 зубов, коронная 48, сателлита 16. Подставляем эти данные формулы и получаем 4,2. Да, не густо, согласен. Но не забываем, что редуктор двухрядный и первая ступень такая же, как и вторая. А значит мы перемножаем 4,2 само на себя и получаем 17,6. Вот видите, всё просто и легко. Правда у меня, чтобы разобраться, ушло полвечера. Кстати, с планетарными редукторами вы уже очень много раз встречались в своей жизни, даже если вы думаете, что это не так. Они широко применяются как колёсные редуктора в строительной и военной технике, в ручном инструменте и даже в автоматических коробках у вас в автомобиле. В общем, сфера применения настолько обширна, что перечислять примеры можно практически бесконечно. Но у даже, казалось бы, идеального механизма есть свои недостатки, о которых я не могу не сказать. В обычной коробке от модели существуют первичные и вторичные шестерня, так называемые спурпиньон. И меняя их на разный размер, вы можете менять передаточные отношения. С планетаркой, к сожалению, такое не прокатит. Входная шестерня имеет определенные параметры и подбирается еще на этапе расчета редуктора, а значит абы какая туда не подойдет. Вторым минусом для меня является невозможность поставить слипер. В простонародье сцепление. Я катаюсь достаточно агрессивно и он меня очень часто спасает. Но для проекта, для которого я купил планетарку, он не нужен, поэтому я скорее считаю, что это не бак, а фича. Вот такой, казалось бы, простой, но по-настоящему незаменимый и гениальный механизм сегодня побывал у нас на разборе. Надеюсь, это видео было полезно для вас и вы смогли узнать что-то новое. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал и не забывайте про комментарии. Спасибо за просмотр, крутых вам проектов и помните, в кастомайзинге главное это... Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!